Всем привет, вы на канале ТГР. Сегодня в железном подкасте мы посмотрим, что может 5-летний процессор AMD Ryzen 2200G со встроенной графикой Vega 8 без дискретной видеокарты в более-менее современных играх. Стоит заметить, что подробные тесты этого процессора в играх уже давно лежат на моей странице на Boosty и безо всякой рекламы, кстати. Но сначала напоминаю вам, ребята, что если у вас есть ко мне какие-либо вопросы по поводу сборки компьютера, апгрейда старого ПК или вопросы по играм, игровым приставкам, да вообще о чем угодно, на что вам нужен именно мой ответ, то заходите ко мне на Funtalks по ссылке в описании. Там вы уже можете почитать вопросы от других ребят и мои подробнейшие ответы на них. Все это в открытом доступе для любого из вас, так что заходите, читайте или задавайте свой вопрос, так вы и себе полезный ответ получите и заодно поддержите канал. Ну а если вы уже собрали компьютер и не знаете, где взять официальную Windows 10 или 11 для него, не всякие там пиратские сборки от Виталика в сторентов, в которых может быть засунуто все что угодно, включая там всякие майнеры и трояны, то просто устанавливайте систему с официального сайта Microsoft, а потом активируйте Windows OEM ключом, который можно купить в магазине CDK Sales. Этот ключ навсегда привязывается к вашей материнской плате и даже если вам потребуется переустановить систему, вам вообще больше не придется его вводить. Ключ прямо на сервере Microsoft будет привязан к вашей материнской плате, очень удобно. В общем все полезные ссылки в описании к этому видео, а теперь возвращаемся к основной теме ролика. Итак, Ryzen 2200G даже в момент своего выхода был процессором крайне сомнительным. С одной стороны он похож на Ryzen 3 1200, но при этом у него меньше кэш L3, также вроде те же 4 ядра с частотой 3700 МГц и при нагрузке на все ядра естественно. И сам процессор стоил сравнительно недорого, но дороже Ryzen 1200 и даже дороже чем Intel Core i5 6400, который еще продавался в 2018 году, когда и вышел Ryzen 2200G. Но Ryzen 2200G все равно почему-то пользовался спросом. И ответ тут прост. Это встроенная графика. Дело в том, что в начале 2018 года, когда вышел этот процессор, все еще были большие проблемы с покупкой видеокарт, так как еще была активна первая массовая волна майнинга. С середины 2017 года выгребли все видеокарты и не отдавали их аж до первого квартала 2019 года. А те, что продавались, стоили настолько неадекватных денег, что люди на них даже не смотрели. Я хорошо помню, как продавали RX 570 4 ГБ за 25 тысяч рублей. И это было настолько дико видеть, ведь я в январе 2017 года купил RX 478 ГБ новую за 14. Вот именно поэтому люди, кто хотел поиграть хоть как-то, рванули покупать новый Ryzen со встроенным графическим ядром. При этом все, само собой, ни про какие 7 тысяч рублей, то есть RRC, речи и не было. 2200G в российских магазинах продавали где-то за 10-11 тысяч рублей, что, конечно, для 2018 года было очень даже немало, учитывая, что процессорная часть там не ахти, а встройка тоже далеко не видеокарта. Но это был компромисс. Так что же там была за встроенная графика? Это самая первая итерация Radeon Vega 8. Графическое ядро на архитектуре G750, на техпроцессе 14 нанометров. Содержало в себе 512 шейдерных ядер, 32 текстурных блока, 8 растровых и все это работает на частоте 1100 МГц, выдавая общую производительность на 1,126 ТФ. То есть производительность этой графики примерно на 25% слабее, чем встроенное графическое ядро приставки Xbox One и One S. Только не путайте с современной Series S. Пожалуйста, не путайте, а то я заметил, что у людей с этим реально проблемы. Однако при этом, так как данное графическое ядро работает прямо в процессоре, то использует оно в качестве видеопамяти обычную оперативную память компьютера. В данном случае это DDR4 с частотой 2933 МГц в двухканале официально. Ну а дальше уже как кому повезет, у кого-то больше память заработает, у кого-то нет. То есть с завода это графическое ядро может быть обеспечено памятью со скоростью 46 ГБ в секунду. Что также на треть медленнее, чем память у Xbox One, где память имеет скорость 68 ГБ в секунду. И в общем графическое ядро Vega 8 первого поколения можно было бы назвать Xbox 720. То есть нечто, что хочет быть Xbox One, но немного до него не дотягивает. И если Xbox One и One S выдают разрешение 1600 на 900 в большинстве игр, то Vega 8 в Ryzen 2200G рассчитана на разрешение 1280 на 720. Однако AMD издавна славится тем, что многие ее железки можно разгонять. Более того, гнать можно не только память или ядра, но и встроенную графику тоже. Итак, благодаря вашей поддержке на Boost я купил процессор на Алиэкспресс. И также купил к нему новую материнскую плату. Так вот, мне удалось разогнать встроенную графику до 1500 МГц. То есть получаем 1,53 Терафлопс, что дало прирост производительности аж на 35%. 35% прироста при разгоне, ребята, только вдумайтесь. Это на 17% быстрее, чем графическое ядро Xbox One и One S. Но за счет того, что текстурных и растровых блоков в Vega 8 меньше, общая производительность примерно выравнивается с Xbox One и One S. Однако стоит заметить, что разгон GPU невозможно произвести на платах с чипсетами A320. Так что тут нужна плата либо на B, либо на X-чипсете. Достаточно взять самую дешманскую B450, что, собственно, я и сделал. Я купил новую ASRock B450 и на ней произвел манипуляции по разгону. Там, конечно, не обошлось без проблем, ибо если задирать напряжение на графическое ядро, то плата автоматически задирает напряжение и на контроллер ввода-вывода. А это плохо, потому что даже сами AMD говорят, что максимально допустимое напряжение там не должно превышать 1,25 В. А у меня оно сначала подскакивало аж до 1,28, что приводило к полному зависанию компача через какое-то время. Причем ручная настройка напряжения на контроллере вообще ни к чему не приводила. Они тупо игнорируются платой и все. Как же долго я бился над этой проблемой, пока не понял, что всему виной напряжение на встройке. Таким образом, я нашел оптимальное напряжение встройки, при котором и разгон работает стабильно, и контроллер ввода-вывода не испытывает перенапряжение на себе и, соответственно, повышение температур. Поэтому в некоторых тестах вы в мониторинге сможете увидеть напряжение и температуру на этом самом контроллере ввода-вывода. В некоторых тестах этого не будет. Ну и теперь по-быстрому пробежимся по сборке. Я использовал свой комплект оперативной памяти G-Skill Rip Jaws, состоящий из двух модулей по 8 ГБ с профилем на 4000 МГц. Но первые райзены ограничены по возможностям частоты оперативной памяти. Собственно, они и последние тоже ограничены, но первые были еще сильнее. Обычно Zen и Zen Plus запускают память до 3200 МГц. А дальше уже может повезти, а может и нет. В моем случае память заработала на частоте 3333 МГц, что дало скорость памяти в 53 ГБ в секунду. Соответственно, и видеопамять стала иметь такую же скорость. Самой видеопамяти в биосе можно было выделить все 16 ГБ. Я вообще, кстати, офигел, когда это увидел. Но я решил ограничиться 4 ГБ, так как игры все равно преимущественно на минималках будут запускаться, пусть и в разрешении выше, чем 720p в большинстве. Поэтому больше 4 ГБ нам в принципе не потребуется. Операционная система Windows 10 Pro официальная, установлена на SATA 3 SSD. Все игры запускались со внешнего жесткого диска через USB 3.0. Мониторинг, как обычно, с помощью MSI Afterburner. А записи всех тестов, как обычно, в последнее время я делаю, проводились на отдельный компьютер через внешнюю карту видеозахвата. Avermedia Live Gamer Portable 2. Карта это крайне голимое изображение, из нее крайне мыльное. Так что вы не судите по качеству картинки, когда будете это смотреть. Потому что я еще вдобав на монтаже это перегоню опять же. Потом еще YouTube это перегонит. В общем, картинка будет шокальная. Ну и естественно, если вам нужны именно подробности, то все подробности тестов с настройками, со всеми делами, каждая игра отдельно подробно протестирована, все это лежит на моей странице на Boosty. Ссылка на эту страницу есть в описании, так что вы все это посмотреть можете там. Сейчас мы просто будем пробегать все тесты. Внимание! Припасы в пути! Припасы в пути! Доверься в сердце! Второй раунд. Начинаю отсчет кольца. Новое кольцо от нас далеко. Внимание! Доставка репликатора. Боги благоволят нам. По мне открыли огонь! Отряд к нам гости! Я под огнем! Отряд к нам гости! Меня зовут, я ускоряюсь! Перезаряжаю! Перезаряжаю! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Я знаю, где можно срезать. Это их остановит. Делай, что хочешь. Только оторвись от них. Дать. Чем больше он знает, тем меньше у него шансов даже и до утра. Я ничего не слышал, ребята. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Утертые в нос. Это еще не все. Давай, гони. Работяги, которые тут дорогу копали, нам спасибо не скажут. Их все больше и больше. Похоже, они всех подняли. Если не вернемся в свой район, долго мы тут не протянем. Надо двигать домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА